Бесперебойные поставки газа населению и предприятиям в этом году обеспечить удалось. И поэтому уходящий год можно назвать успешным, заявил журналистом руководитель компании «Газпром» Межрегион Газвологда Владимир Агафонов. А вот удачным в части платежей 2012-й не назовёшь. Сумма долга за потреблённый природный газ на сегодня превышает миллиард рублей. Такая ситуация на Вологодчине сложилась впервые. Данная ситуация не является здоровой, тем более, что Вологодская область всегда являлась надёжным партнёром «Газпрома». Поэтому мы вынуждены акцентировать на этом внимание и говорить о том, что у нас есть серьёзные проблемы, которые требуют безотлагательных решений. Своеобразный антирекорд установили теплоснабжающие организации в пяти районах области – Вологодском, Череповецком, Сокольском, Тотимском и Грязовецком. Ограничение поставок топлива – самый действенный способ возвращения долгов, но отключать жилые дома от газа не будут. Мы понимаем, что в период отопительного сезона люди должны быть с теплом и никакого ограничения или прекращения, тем более, газа не будет. Но есть отдельные предприятия, которые прикрываются как экономическим кризисом или же какими-то другими неэкономическими причинами и злоупотребляют платёжной дисциплиной. Ограничить поставки газа для производственных нужд могут в самое ближайшее время. Так, в число злостных неплательщиков последние месяцы попали четыре птицеводческих предприятия, которые входят в холдинг «Вологодский центр птицеводства». И уведомления об ограничении горючего они уже получили. Людмила Алексеева, Алексей Романов, Новости Вологды.